Устроил голодовку из-за беспредела? Следственный комитет начал проверку по факту сообщения об избиении заключенного из Копейска в колонии строгого режима номер 8 в Новосибирске. Арестанты и остальные высокамерники обратились с заявлением о том, что с появлением нового начальства их условия жизни стали невыносимыми. По словам заключенных, они ежедневно подвергаются издевательствам со стороны сотрудников СИН и спецназа. Об этом они рассказывают общественникам, которые пришли с проверкой и новосибирским журналистам. Последний инцидент у жителя Копейска произошел с начальством на прогулке. После конфликта у южноуральца сдали нервы. Все, мы подошли, хотели взять сигареты. Он говорит, мы сами дадим туда-сюда. Хотели сами взять. Ну, сотрудник взял, ну, начал за руки цеплять там. Убери руки, я сам дам вам 10 штук положенных. После этого, по словам Копейчанина, прибежала вся дежурная смена колонии и стали задавать вопросы. Заключенные объяснили причину конфликта, но им показалось, что их не собираются слушать. Он говорит, я лишаю вас прогулки. Мы говорим, она нам один раз в сутки предоставляется, на каком основании вы нас лишаете. Вас на первый этаж, на полный обыск спускайтесь. Все нас заводят, мы предоставляем себе полную обыску без отказа на видеорегистраторах. Подходит сотрудник спецназа, задирает маску. Все, он мне начал по лицу бить, ногами, ну, под ногами пинать. Ну и все, мне, да ты там не человек. Ну и, короче, мне по лицу, ну, я почувствовал, что глаз затекает. В медсанчасть житель Копейска попал с порезами, гематомой на лице и сотрясением. Несколько заключенных, а это 130 человек, в его поддержку устроили голодовку. После этого случая в колонию нагрянула проверка с участием полковника внутренней службы ГУФСИН, уполномоченный по правам человека в Новосибирске и прокурора. ГУФСИН заявили, в спецучреждении нарушений нет. Информация, размещенная в СМИ о противоправных действиях со стороны сотрудников ФКУ и КАВ-8 ГУФСИН России по Новосибирской области по отношению к осужденным и о голодовке осужденных этого учреждения не соответствует действительности. Доводы осужденных, которые приводились в ходе личного приема о нарушениях, в ходе проверки не нашли своего подтверждения. И вот заключенный из Копейска до сих пор держит голодовку. Он заявил, прекратит ее, когда встретится с представителями генпрокуратуры. Татьяна Лаврова, 31 канал.